Что такое ферментированные масла? Какая бактерия делает их столь полезными? И как они могут помочь сделать косметику в разы активнее? Все это я расскажу в данном видео, обязательно досмотрите его до конца! Всем здравствуйте, с вами Елена и канал Косметическая Кухня Бьюр, на котором я делюсь проверенными рецептами приготовления натуральной косметики, а также рассказываю о различных секретах ее изготовления. Ферментированные масла только начинают пробираться на рынок Украины, но они уже давным-давно используются в азиатской косметике. Процесс ферментации происходит при брожении веществ, в нашем случае это базовое масло, под действием различных микроорганизмов, которые содержат в себе энзимы. И благодаря такому процессу обычное растительное масло меняет свой жирно-кислотный состав, а также дополнительно обогащается. Сейчас я простыми словами расскажу, как получают ферментированные масла от корейской компании Labio. В процессе производства растительное масло добавляется в специальный микроорганизм, затем это масло культивируется, то есть происходит рост этих микроорганизмов. После чего масло ферментируется на протяжении около 150 часов, и на последнем этапе масло проходит стадию центрифугирования, где масло отделяется от прочих осадков. В ходе всех этих процессов происходит изменение состава и косметических свойств масел. Посмотрите уже готовые рецепты косметики с ферментированными маслами, и я уверена, что вы сможете оценить их по достоинству. К основным преимуществам ферментированных масел хочется отнести. Прежде всего изменяется размер частиц, которые в ходе брожения уменьшаются и позволяют маслу проникать в более глубокие слои кожи, что делает масло более активным. Происходит изменение масла и повышение количества свободных жирных кислот, что приводит к гораздо более высокой впитываемости. Такие масла не оставляют ощущения жирной пленки, мгновенно ацербируясь кожей. Ферментированные масла показывают более высокие показатели увлажненности по сравнению с их обычными аналогами, а также способны к восстановлению защитного барьера кожи. Оно обогащается альфа-докаферолом и полифенолами, а также в его составе появляется гликолепид под названием MEL в количестве около 0,5%. Ферментированные масла намного стабильнее и устойчивы к нагреванию, то есть вы легко можете вводить их в жирную фазу крема. И все эти вышеперечисленные преимущества делают ферментированные масла более активными. Вы уже готовы попробовать и купить ферментированные масла? Тогда переходите по ссылочке в углу экрана или в описании к видеоуроку. Ведь с этими маслами вы можете приготовить самые разнообразные косметические средства. Начиная от шампуней и бальзамов для волос, куда вы можете вводить от 0,5% до 3% масел. Заканчивая маслами для волос и тела, куда вы можете вводить ферментированное масло в количестве до 100%. То есть, простыми словами, вы просто можете взять ферментированное оливковое масло и наносить его на кончики волос. Часто ферментированные масла можно встретить в витаминных сыворотках на масляной основе, а также в увлажняющих кремах и в гелях на водной основе. Промышленные гиганты давно открыли для себя эффективность и простоту работы с ферментированными маслами. Поэтому и мы советуем вам обратить на них внимание. Классный рецепт крема с применением ферментированного масла вы можете найти в подсказках, а также в описании к данному видеоуроку. Переходите по ссылочке, смотрите видео, а также обязательно пишите в комментарии, работали ли вы с ферментированными маслами до этого и в какие средства вы предпочитаете их вводить. Я с вами не прощаюсь и до встречи через неделю.